И когда мы говорим «Ашхаду Анна Мухаммадан», вспоминаем любимца Аллаха, саллиллаху алей вассалям, самого любимого для твоего сердца из всех творений, самого великого из возлюбленных. Когда ты слышишь имя Мухаммад, саллиллаху алей вассалям, что это имя делает с твоим сердцем? Что шевелится в сердце? Наш господин Белял, когда пророк, саллиллаху алей вассалям, он покинул этот мир, не смог оставаться больше в Медине, потому что все в Медине напоминало ему о тех случаях, которые произошли между ним и пророком, саллиллаху алей вассалям. И Белял отправился в Шам, на эту священную и благодатную землю, для которой делал дуа пророк, саллиллаху алей вассалям, в Даррию, вблизи Дамаска, и поженился там. Однажды он проснулся в слезах, и жена спросила его, «Что заставило тебя плакать?» Он ответил, «Я видел посланника Аллаха». «Происходит ли с тобой что-нибудь, когда слышишь слова, «Я видел посланника Аллаха?» Появляется ли сильное желание увидеть его?» Поистине он сказал в хадисе, переданном Бухаре и муслимам, «Кто увидел меня во сне, тот увидел меня наяву». Нет, он не сказал это просто так. Он это сказал, чтобы твое сердце затрепетало. Белял сказал, «Я увидел посланника Аллаха, алей вассалям, и он сказал, «Почему избегаешь? Не хочешь ли посетить меня?» Белял вышел в путь. Он встретил нашего господина Абу-Бакра Сиддиха, рази Аллаху Анху. Тот попросил, «О, Белял, почему бы тебе не прочитать азан для нас?» Как читал во времена посланника Аллаха. Белял ответил, «Извини меня, о халиф, посланника Аллаха, клянусь Аллахом, я не могу прочитать азан после перехода его в мир иной». Завершая азан, я приходил к нему и говорил, «Намазу посланника Аллаха!» А теперь, как я это скажу?» Также он ответил и нашему господину Амару. Когда он встретил Хасана и Хусейна, одному из них было восемь, другому семь. Оба они саиды молодых людей в раю. Белял обнял их и заплакал. Он чувствовал от них запах их дедушки, пророка Мухаммада, саллиллаху алей вассалам. Они оба также попросили его прочитать азан, и он не смог им отказать. Он поднялся на то место, куда он поднимался читать азан во времена пророка, и начал читать азан. Произнеся «Аллаху акбар, Аллаху акбар» в Медине поднялся шум. «Аллаху акбар, Аллаху акбар» люди начали кричать из домов «Посланник Аллаха воскрес!» Они вспомнили голос, который призывал их на намаз во времена пророка. И люди начали выходить из домов и рынков. И женщины вышли из своих комнат, и мужчины, и женщины бежали по улицам Медины и кричали «Посланник Аллаха воскрес! Посланник Аллаха воскрес!» А когда Белял дошел до слов «Ашхаду Анна Мухаммадар Расулуллах», его стали тушить слезы, и он не смог дальше продолжать азан и спустился с того места, куда поднимался читать азан. Рассказавший эту историю, говорит, не было в Медине дня, когда так долго и сильно плакали мусульмане. После того, как покинул этот мир пророк Алейсалату Ассалам, и этого дня, когда Белял сказал «Ашхаду Анна Мухаммадар Расулуллах». Эту историю Аллах вложил в наши уста на сегодняшнем маджлисе, чтобы мы почувствовали смысл слов «Ашхаду Анна Мухаммадар Расулуллах». Если бы не он, ты не узнал бы, что такое азан, не узнал бы, что такое намаз, и не узнал бы слова «Ля Илляха Илля Аллах». Твоя вера не будет полноценной, пока не полюбишь его сильнее самого себя. Ведь он сказал «Не уверует никто из вас, пока я не буду любимее для вас, чем вы сами». Всевышний Аллах связал любовь к себе с любовью пророку, салли Аллаху алей вассалам, и ни с кем другим из своих творений. Он сказал «Если вы любите Аллаха, следуйте за мной, а результат – вы получите любовь Аллаха». Вы не полюбите Аллаха, кроме как подниметесь на уровень, в котором Аллах любит вас. И когда ты слышишь, как пять раз в день мой дзин говорит «Ашхаду Анна Мухаммадар Расулуллах», ты тоже говоришь это после него, так как это является сунной, с хузуром, с сердцем, чувствующим связь с ним, с любимцем. И говоришь «Я доволен Аллахом, как Господом, Мухаммадом, салли Аллаху алей вассалам, как пророком и исламом, как религией». Субтитры создавал DimaTorzok